Я на самом деле просто хотел, ну как-то обобщить немножко, да, то что мы здесь услышали. Ну поскольку есть действительно большой опыт, ну работы у нас и на Кольском полуострове, и там с другой стороны Краснодарский край, и с третьей стороны там Камчатка, Якутия, Урал и так далее. Много чего видели и всегда занимались районами, никогда не занимались большими городами. И это очень важно, потому что, ну как бы в районе ты видишь элементарные частицы жизни. То есть ты можешь пересчитать по пальцам людей, и ты можешь пересчитать по пальцам юрлица практически, да. И ты вот эти взаимодействия все видишь, вот. Но я сейчас не об этом хотел сказать, я хотел сказать, что просто надо обратить внимание, что вот эта наша оппозиция, которая до сих пор она в голове сидит, и она будет сидеть, потому что она оппозиция задана, город-деревня, да, город-не город. Она задана другой оппозиции, на мой взгляд, потребление и созидание. Вот очень много тех людей, которые, ну вот выступали как практики, да, они даже подчеркивали, Оксана, например, подчеркивала, да, ну в общем-то все. Они подчеркивали как бы созидательный, непотребительский характер своей, даже не деятельности, а просто жизни, да. Потому что, ну ведь жизнь не меняется по чьему-то плану. Если она меняется по плану, то это бывает достаточно жестко, вот. И в общем это, наверное, последствия как бы травматичные, да. Если, например, взять Средневековье и сказать там какому-то человеку, хоть в Европе, хоть в России, ты знаешь, вот там через 300 лет, через 400 лет люди будут жить в огромных городах, а на земле никто почти не будет жить, ну он, пожалуй, плечами скажет, ну зачем? Зачем жить друг другу на головах, там, зачем вот эта искусственная среда, где же земля и все такое прочее. Ну просто изменилась сама жизнь, изменилось производство, ну как бы вот, да. И вот мне кажется, что очень важно понять, что за 20-й век, а это достаточно короткое время, у нас, ну как бы, телега встала впереди лошади. То есть города являются, возникали они как промышленные центры, вот те, которые мы как бы видим, да, но промышленность из них уже ушла, больше нет промышленности в городах практически, да, а в тех, в которых есть моногорода, это является огромной проблемой. И, но потребление и количество товаров, плотность, да, товаров и услуг в городах, она осталась. И мы рассуждаем как потребители. Даже когда мы говорим о дезурбанизации, мы говорим, что вот некие обеспеченные люди, или некие программисты, или какие-то люди, которые могут работать на удаленке, соответственно, они все-таки оказывают услуги городу, но я себя обеспечил, и я могу жить в деревне, но так, что я себя тоже обеспечил доступом через курьеров, через там онлайн, еще каким-то образом, вот к вот этим всем услугам и вот к этому потреблению, вот да, так мы дезурбанизацию можем еще себе представить. Но точно, совершенно она так происходить не будет. Это не дезурбанизация. Дело в том, что дезурбанизация, скорее всего, может произойти только в том случае, если у нас опять лошадь станет впереди телеги. То есть это человек, который созидает, да, который направлен не на потребление. Вот все, кто здесь переехал, да, они не требовали убирать снег, они не требовали обеспечить им там тепло, там они не стучали тапком, да. А море, который переехал, они просто взяли там, там скинулись, и за миллион сделали дорогу, которая по тендеру стоила бы 10 миллионов, да. И сейчас в деревню нормальная дорога. А раньше вот в это время, я там два дня назад оттуда вернулся, а раньше вот я просто помню это, я бы оттуда не вернулся никогда, и Боря бы не приехал, точно совершенно. Там трактор в это время не проходил, да. Понимаете, и дело в том, что у нас сейчас достаточно нам трудно представить себе, что для того, чтобы освоить пространство, не нужно вообще ничего, да. Потому что пространство никогда не пусто. Мало того, оно наполнено очень по-разному в каждой точке. Поэтому нет даже какого-то единой схемы. Вот давайте мы разработаем какой-то, как сейчас любят, пять шагов, делай раз, делай два, делай три. Ну вот Юра театр в деревне сделал, вот они мебель, фестиваль счастливый, и начали красить дома, да, там Оксана живые дома в Крыму, ребята школу завели. Я еще тысячи разных примеров могу привести, и единое у них будет только то, что люди, которым удалось что-то сделать, они были созидателями, они ничего не просили, они просто работали с тем пространством, которое есть, с горами, с пустыней, с рекой, с лесом, с проблемой, что надо учить своих детей, еще с какой-то проблемой, которую они видели. И вот... Да, да. И последнее, что я хочу сказать, что с точки зрения градостроения, мне кажется, очень важно, ведь дело в том, что вот, ну, как бы, тот город, который мы сейчас имеем, и у которого, ну, как бы, теоретически развивается, да, и там есть работы, ну, так сказать, градостроителей западных, ну, наших, к сожалению, сейчас практически нет, теоретических, серьезных, это все концепция компактного города, она идет из европейского города, который, как бы, порвал связи с территорией феодальной, да, выделился, и вот, оградился стенами, и завел себе вот все услуги, а потом начал, наоборот, на эту территорию наступать, при помощи банковской системы, там, промышленности, там, и так далее, и так далее, торговые системы, практически колонизуя, урбанизируя все сельские территории, подрывая, вообще, самоосновы существования сельских территорий, и сейчас европейские, американские экономисты пишут о том же самом, что основы существования не города, подорваны, в принципе, даже с точки зрения культуры и социологии, да, люди больше не пашут, не охотятся в лесу, они ходят в супермаркет и смотрят мультики, да, совершенно верно, да, вот, то есть это теоретические представления, да, о деревенском неком жителе, который когда-то был, но сейчас его не существует, так вот, есть русский город, мало того, этот город описан учеными, вот, в позднее советское время, ну, в частности, вот, я советую всем почитать Галину Алферову, да, про русский город, это не город, который возник, вот, как Москва, или, там, как Великий Новгород, там, естественным образом, она пишет о другом явлении, она пишет о городах спланированных за времена, за время правления, ну, Ивана Грозного и позднее, то есть это 16-й и 17-й век, было спланировано по плану и построено 350 городов, мы об этом практически ничего по истории в школе не проходим, и существуют планы этих городов, мало того, они очень похожи на современный генплан, то есть это обоснование экономическое, это, значит, 3D-рисунки, и это плоские планы, и это экологическое обоснование. Так вот, этот город, он, значит, с современной точки зрения, все-таки не являлся городом. Это, во-первых, был всесословный город, во-вторых, он включал в себя природные территории, леса, поля, то есть на которых выгоны для скота, да, то, что когда во времена Екатерины стали города перестраиваться как раз по европейскому такому модели, являлось, ну, как бы, вот проблемой, то есть вот эти огромные площади гоголевские, да, там, Салтыково-Щедринские, на которые лужа разлилась, да, это да, когда ты перестроил город и накрыл его квартальной сеткой, у тебя появилась лужа, да, но когда город в ландшафт вписан, да, и когда не срываются холмы, не засыпаются овраги, а когда лес не вырубается, а город среди всего этого расположен, да, это названо было учеными, не мной, да, ландшафтным, живописным, русским городом, его, говорю еще раз, трудно назвать городом с современной точки зрения, и при этом все сословия, вот в этом городе, которые жили, они все имели наделы, все имели наделы, вот ты воин, но ты имеешь надел выгоны, ты пашни умеешь и так далее. Это, кстати, напоминает на рассуждение Бенназера Говарда, который вспоминал греческий полис, в котором каждый гражданин и единственное занятие, которое было достойно гражданина полиса греческого, это обрабатывать свою землю, торговать, воевать, даже ремеслом заниматься, это не достойно гражданина, да, у каждого был надел, и он его обязан был обрабатывать, каждый день, да, поэтому, вот, что я хочу сказать, что, может быть, обратиться, действительно, к теоретическому наследию и градостроения, да, с одной стороны, я бы сказал, что это какое-то поселение людей-созидателей, да, и, ну, в экономике, это уже не на этой секции, конечно, вот этот контур созидания, которое сейчас совершенно никак экономически не описано, очень важно описать, и вот русская мысль, на самом деле, не только в градостроении, но и в экономике, она об этом, ну, в свое время говорила, был такой экономист, потом ставший богословом, священником, Сергей Николаевич Булгаков, который в своей работе «Философия народного хозяйства» еще до революции написал, что существует два контура, вот, как бы, два приводных ремня экономики, с одной стороны, мы боремся с нуждой, и нам нужно одеться, обогреться, ну, то есть, мы потребители, действительно, и нам нужен какой-то уровень потребления, но, с другой стороны, существует контур созидания, и вот этот контур созидания, который он еще в то время писал, в экономике глушится, его никто не описывает, о нем никто не говорит, но он есть, и вот если этот контур разбудить, да, ведь контур созидания, это контур создания ценности, правильно, это вот то, о чем тоже все здесь говорили, ценность учить детей, ценность, ценность, чтобы можно было в лес ходить, ценность, ценность, чтобы рекла текла и не мелела, и чтобы там была рыба, и чтобы мы купались там, и дети наши купались, ценность, ценность, вот гармония, хотя бы природная, вокруг любых поселений, да, это ценность, в Советском Союзе, вообще-то, существовала, ну, сеть, например, малых водохранилищ, которые занимались водорегуляцией, да, и поэтому леса были в приличном состоянии, я это на территориях как раз конкретно вижу, 30 лет заброшено водохранилище, поэтому река, гжать, там она переплюйка, ручьи пересохли, лес стареет, умирает, раньше были вырубки, это был научный уход и так далее, то есть ценность создавалась, а мы ее перестали создавать, да, нам нужно быть поближе к городу, ну, потреблять, и в деревню мы тоже приезжаем как бы потреблять, вот если это не изменится, то в принципе, ну, действительно, страна, ну, как бы, она вот, ну, перестанет осваиваться, да, а вот для того, чтобы осваивать страну, в принципе, нужно просто люди-созидатели, которые, ну, которые осваивают пространство, потому, не потому, что я хочу здесь что-то потребить, а потому, что я хочу здесь жить, вот и все, да, вот, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.